Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампера, из Финляндии. И это видео хотела записать про свои шляпы и как начала эти шляпы доставать. И сама я обалдела, сколько я храню. И, конечно, хранится то, что уже не носится, просто непонятно сколько. Достала своего мужа вот такую шляпу. Наверное, помните, финны одно время приезжали в Питер, и у них у всех были вот по такой шляпе. И я помню, мы были в Москве, у меня есть вот такая меховая шляпа. Не знаю, сколько лет я ее не носила, но вот такое тоже в Финляндии было. Я помню, мы стоим в Москве с ним на какой-то площади 20 лет назад. У меня такая дубленка, и в этой шляпе, конечно, в таких шляпах теперь в Финляндии ходить некуда, потому что дождь идет каждый день, и погода изменилась. Нет той финской зимы, к которой мы привыкли, что 20 градусов минус, и снега просто метр. И холодные, конечно, меховые шапки тогда мы носили. Моя приятельница приехала из Питера, и на ней была вот такая вот шапка. Я когда увидела в России, мне кажется, у каждого второго такая Финляндия, у нас у двоих, ну, может быть, кто-то из России привез, да, их тоже иногда бывает, что видно. И когда я увидела, говорю, ой, хочу, умираю, такую шапку. И она мне привезла, она мне привезла, подарила на Новый год, не знаю, идет мне, не идет. И вы помните, да, что у меня вот этот русский, мой красивый синий шарфик русском в этом самом. Я когда ходила, у меня пальто, то есть я была просто как вот из России в этой шапке с платком. Но это ничего страшного. И что вы думаете, очень много финнов хотели такую шапку купить, они спрашивали, что как хорошо шапка. Потому что когда вот эти, конечно, петушки с каким-то этим, как называется, с бантиком, нет, или с пампушкой. Нет, это, конечно, не мой вариант, должен быть что-то, что-то другое. И вот эту шапку, дай бог ей мои подруги знакомы, столько лет я ее ношу, она хорошо стирается, шерсть, то есть она, конечно, вечная. Потом у меня есть одна такая благородная шерстяная шапка, очень она мне нравится. Но, к сожалению, в такой шапке тоже в Финляндии, только если в театр куда-то с шубой. Конечно, если ты такой в шляпе выходишь, финны смотрят на тебя, что слишком ты шикарная. А в России, нет, никто не смотрит, я была в России в этой шляпе, там все в шляпах. Но в Финляндии, конечно, они в этих своих петушках, в петушках ходят, это совсем другая история. Потом несколько шляп я покупала на свадьбу. Вот у меня такая есть интеллигентная шляпа. И так как вы помните, да, я любитель синего. То есть сейчас посмотрю, как она будет. Мне очень нравится, вот если особенно волосы завить, чтобы вот здесь были кучеряшки, она очень хорошо сидит. И вы помните, да, по этикету, после 8 часов шляпу всегда нужно снимать. То есть потом надо, когда ты ее снимаешь, эту шляпу, что нужно делать? Вставлять, вставлять две руки и делать из волос вот так. Потому что, конечно, если ты была в церкви, и у тебя эта шляпа была целый день, она, конечно, твоя прическа уже отдает желать по этого самого лучшего. И очень хорошо синий цвет. То есть у меня много синего. Она, конечно, шик, блеск. И моя первая шляпа, когда я приехала в Финляндию, кто помнит, был такой магазин, как Антила. Я пошла и за 10 марок купила себе вот такую шляпу. Посмотрите, как она выцвевшая. Ну, я ее ношу на улице, когда тут никого нету и не видно. Хоть она и выцвевшая, но все равно я ее очень люблю. И все-таки этой шляпе почти 30 лет. Она, конечно, на 30 лет мне отслужила. Это тоже было здорово. Когда я была в Америке, я, конечно, не могла не купить себе американскую шляпу. Я купила там себе в Америке вот такую шляпу. Но не могла не купить, потому что у всех были эти шляпы. И там был такой у нас ковбойский праздник. То есть джинсовая куртка-шляпа, такой типа Родео. И как бы эта шляпа была вот как бы реквизит. Ну, купила я ее. Носила я в Финляндии ровно один раз. Тоже на каком-то шляпном празднике. То есть, конечно, больше я ношу такое вот, как от солнца. Но такую из Америки я тоже шляпу себе привезла. Если вот когда-нибудь будет устраивать какой-нибудь американский праздник. У меня вот такая американская шляпа есть. Потом покупала. Раз были в Дании. Но тоже не могла не купить. Посмотрите, какая прелесть. Обычно, когда ты куда-то едешь, всегда шляпа большая проблема. Потому что она не помещается ни в чемодан, ни в сумку. Должна быть какая-то шляпная коробка. А эта шляпа помещается хоть куда. И когда я была один раз в ней на празднике. Знаете, даже человек, который редко когда что-то у меня спрашивает. Даже она спросила. Ой, а где ты такую шляпу покупала? Просто лен. И тут еще такая, видите, тут такая штучка. Она очень хорошая. И я ее даже, по-моему, раз намочила. Мы были где-то и она у меня упала. Ну, она высохла. Она опять точно такая же. То есть, с ней никакая не проблема. В ней нету. И сейчас покажу. Сейчас покажу вот такую подставку. Моего мужа папа сделал. Таких подставок у нас много. То есть, она вот так вот одевается на полку. И на эти самые можно одевать шляпы. То есть, посмотрите, как здорово. Это вот такая. Ну, из проволоки. У кого люди, это самые рукодельники. То есть, ничего тут смешного нет. И все эти вот такие подставки можно сделать самому. Так, вот эту шляпу. Вроде как они говорили, что мужская. Но потом оказалось, что она женская. И она как бы осталась у нас. И я ее не ношу. И моему мужу она тоже не подходит. Она слишком маленькая. Ну, вот я думаю, может на нее какую-нибудь лесочку привязать вот сюда. И может быть, она будет и неплохая. Но мне шляпы нравятся. Я шляпы люблю. Особенно у меня напекает иногда голову. Поэтому шляпа мне необходима. И это шляпа моего мужа. Такая тоже. Это самое он любит. Так что у нас шляп много. И от жадности тоже увидела. Не могла отказать себе. Видите, еще с ценничком. Итальянская шляпа. Сейчас покажу, как называется. Пиару Синя. Ну, Пиару Синя, да, итальянская фирма. И я думала, что я, наверное, вот сюда какую-нибудь брошку прикреплю. Потому что даже если ты где-то ходишь, лицо как бы загорал. И вроде как волосы закрыты. Кепок я не ношу. Потому что вы помните, да, что я не ношу спортивные одежды. И когда ее можно тоже опять будет отколоть. То есть буду как эта самая. Помните, тетушка Чарли. Тетушка Чарли. Да, вот такое, вот такое дело есть. И потом кажется, да, что вроде как шляп много. А вот когда куда-то едешь или на праздник. И потом начинаешь трясти этими шляпами. Оказывается, что вроде как и немного. Вот эта шляпа у меня есть такая фотка. Где мы в Дании на фестивале. И там был праздник цветочниц. И вот у меня эта шляпа. Я в переднике. И тут такой большой цветок был приколот. Что такая была у нас. Какой-то был этот самый фестиваль. И вот эта шляпа у меня тоже там была. То есть и она тоже такая синяя. У меня очень много шляп. Но я, как говорится, тоже их не всегда помню одевать. Вот эта шляпа у меня часто бывает на улице. Я люблю вот эту шляпу. Я не знаю почему. Может быть из-за того, что здесь нет вот этого большого козырька. Очень хорошо на улице. Если даже сидишь с той же кофейной кружкой. Или какой-то бутерброд. Или что-то мы едим. Всегда лучше накинуть шляпу. Чтобы не напекло голову. И вроде как, знаете, вроде как не в этом самом. Не в платке. Но платки тоже ношу. Мне платки тоже нравятся. И самая моя любимая шляпа. Это вот. Тоже она такая. Ну, я не знаю. Кто-то говорит, кому-то шляпы идут. Кому-то шляпы не идут. Я не знаю, идут ли мне. Не идут. Я ношу. Мне нравится. То есть вот такая штука есть. С вами была Оля из Тампери. Всем физкульт-привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok